Работа с людьми является определяющей в деятельности вертикали власти. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко в ходе выездного семинара по вопросам реализации гражданских инициатив и организации деятельности службы «Одно окно». Семинар приняли одновременно Барановичи, Барановичские и Ляховичские районы. Успешными проектами, идея которых зарождалась непосредственно в обществе небезразличными людьми, сегодня могут похвастаться во многих городах и районах страны. Один из ярких примеров в Барановичах – средняя школа номер один. Здесь создан единственный в стране музей народного единства. Открыт туристический краеведческий зал, создан детский технопарк. А главное создавалось все это с помощью родителей и трудовых коллективов. Участники семинара, депутаты из разных регионов страны могли убедиться в успехе проектов. И в дальнейшем перенять опыт. Увидели очень много экспонатов, посвященных истории Беларуси, посвященных ее современности. Мне бы хотелось вместе с гражданами развить гражданские инициативы. Я уже даже вижу, в каких районах Фрунзенского района необходимо сделать малоархитектурные формы, где нужно поправить, возможно, детские площадки, благоустроить определенные места. Еще одна из площадок выездного семинара – служба «Одно окно» Барановичского горисполкома. Только с начала этого года сюда обратилось выше 22 тысяч граждан. На 20% больше к прошлому году. Принято более 13 тысяч заявлений, выполнено более половины. Мы решили изучить в течение июля-августа. Все депутаты занимались этой работой в своих округах, чтобы посмотреть, все ли учтено в законодательной базе. Может, что-то мешает, может, необходимо какие-то нюансы доработать. И как востребована сегодня деятельность этой службы «Одно окно». Как отметил спикер Палаты представителей, тема семинара «Работа службы «Одно окно» и реализация инициатив граждан на местах выбрана не случайно. Работа с людьми, определяющая в деятельности депутатов. А инициативы позволяют объединить граждан для решения вопросов местного значения. Сегодня мы видим успешные проекты во многих регионах страны. То есть это те проекты, где идея зарождалась непосредственно нашим обществом, небезразличными, неравнодушными людьми. От формирования идей до реализации проходило определенное количество времени, но такие предложения есть. Важность таких семинаров в умении на местах увидеть, как проходит реализация гражданских инициатив, учесть частные случаи, которые невозможно охватить общей законодательной базой. Очень важно для парламентариев понимать, как реализуются законопроекты, которые разрабатываются и принимаются в ходе законодательной деятельности. В этой связи вот такие семинары очень важны для того, чтобы на местах ознакомиться с тем, как реализуются нормы наших законов. Закон о местном управлении и самоуправлении, одно из своих новелл при обновлении предусмотрел механизм реализации гражданских инициатив с поддержкой бюджетной. Итоги выездного семинара подвели на итоговом заседании. Также депутаты посетили мемориал в Барановичах в память о героическом подвиге военных летчиков Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко, которым было посмертно присвоено звание Герой Беларуси. Эмма Захарова, Валерия Гальперина, Николай Русский, телерадиокомпания «Брест».